так ну что ну всем здорово ребят по чуть-чуть начинаем стрим сейчас как я и обещал будет мастер сколизей ну а далее далее посмотрим по времени как нам действовать вот 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 Продолжение следует... 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 Так... Ребята, время остается все меньше и меньше Я всех еще раз приветствую Должен быть сурок О! Су объявился! Very wonderful просто Вот он зашел в сеть Отлично вообще Здарова всем, ребят! Ну все, Рок Су, значит, сейчас будет матч Не знаю, ребята, Рок или Су Я даже вот... Сейчас, Али Булак, гляну статистику Ну Рок видео-то вообще как бы по статистике Но, ё-моё, в семнадцатом году только Су один раз выиграл ХЗ, кальчику, равная пара абсолютно Ждем старта мы Да... Однако... Что... Х... Но, да... Мне хочется в Рога верить, если честно. Потому что Рог интересно играет в последнее время. Именно для более поздней стадии это было бы прикольно, как мне кажется. Но на самом деле сейчас мы все увидим, поймем, что к чему и как. Так, не забыть бы мне, что надо купить белики сегодня на армию России. Так, а для этого что? Для этого надо мне... Ну ясно, ладно. Разберемся на карту, намутить денег. 800 рублей. На этой неделе что вас ждет? Вас ждет успех. Не, на самом деле на этой неделе что? Я не знаю, что нас ждет на этой неделе. Старлига в понедельник ждет. И другие турниры. В автурник я думаю, что я поеду... Бля, там Малима Лига финала месяца. Инисарию что-то. В среду ГСЛ, соответственно, кайва. В четверг Старлига вторая стадия, кстати, будет. В четверг, кстати, я походу в Москву стартую, поэтому тоже такой момент. Вернусь в понедельник, я надеюсь. Ну не надеюсь, я точно вернусь в понедельник, если поеду. Ну вот. Так, забыла, вот что мне надо. Мне надо скушать таблеточек пару. Таблеточек и глютозамина. Сегодня начну я его принимать, потому что на неделе хочу побегать, ходить много там и т.д. и т.д. Все, ребята, погнали. Как раз пока чаек пью, да? Зайдет. Все, ништяк. Привет, зверюга 87. Ремастеринги, какого мнения? Ну красивый, красивый. Что тут, говорит, Старкрафт. Прохожу кампанию. Вот уже оригинал прошел, но записи еще пока никаких не выложил, к сожалению. Почему? Потому что... Так, потому что... Тирановское прохождение самое первое у меня застряло там. Хрен пойми где. Вот у него так получилось. Все. Все, вроде все видно, все работает. Кто-то подлагивает, я еще вижу прекрасно здесь. Ну и Рок играет 17-ю хату у нас. У Су же был пол первой. Безгазовый дрону, а обоих, кстати. Скиновая. Блядь, не колеса, это ханрейтинг, блядь, взамен. Ну что, собаки вперед бегут, ребят. У Рога Пу уже почти готов. То есть, на самом деле, у Су есть шанс отменить хату. Но даже если он отменит хату, у Рога, по-моему, нормальная ситуация достаточно будет. Вот, собачки набежали. Будет Рог хату отменять? Конечно же, не будет. Будет ли он пытаться с дронами отбиться? Это тоже хз. Ну все, пата падает. Это печально. Как я отношусь к тому, что меня рестримят? Смотря кто и где, как бы, так-то мне, в принципе, все равно практически, что рестримят. Просто на данном турнире есть много стримеров и, как бы, поэтому рестримить можно любой стрим-другой. Потому что если по-русски комментируешь, я не вижу смысла рестримить только по-русски. Блин, боттлнет. Каким-то там еще бугром. Вот королева отдала сейчас у Рога, смотрите. Ну, в итоге по экономике-то в плюсе. То есть, очевидный момент такой, да? Хату оппоненту отменяешь, сам рабочих строишь. Ну, емае, кого там дропает-то еще? Так, сейчас прикрою. Тюлька, а то... Это свет такой агрессивный. Бокалым зрением замечаю, что ли, не знаю. Так, кранк, это не, вроде не знаю, кранк или нет, я хз даже. Сегодня, кстати, нет почему-то главного стрима. Имею в виду Тенши и еще кого-то там. С собой. С собой. Так, ну что же Тут Роксик пытается рядом побегать Понапрягать, су И посмотрите, как необычно Он реагирует на вот это отставание Свое Он делает леер, ну, очень ранее То есть это будет шпиль, я так полагаю И, кстати говоря, вот благодаря Технологиям Роксик собирается здесь что-то сделать Интересно Так, здесь три собаки у Рога Но они ничего не сделают, эти три собаки На Мэйне абсолютно точно И здесь собаки бегают, напрягают В рабочем сухплюсе Сейчас одного дрончика Рабочий взброс Я в телевизоре кранка, да пусть Мне не жалко Я его сам зачастую рестримлю Как бы это нормально Абсолютно, я считаю Так У Рогу бегает Ко мне подгрызать Шпиль пошел Посмотрите, у Рога уже Вот он на Мэйне Продолжает массить дронов По рабочим 39-30 ситуация То есть есть отставание Конечно, здесь небольшое Но оно реально не сильное Как бы 10 Ну, хотя нет, 10 рабочих Но Вот именно тайминг шпиля Сейчас может очень сильно подрешать Третьей базы нету У Су так же То есть он пока не может выйти Здесь два овера висят Которые, ну, потенциальные цели Получаются Для мута Как минимум Их можно срезать Сейчас И задержать третью базу Самому третью поставить Получается Что-то тут очень сильно Рог, по-моему, камни Хочет подгрызть Зачем ему это нужно Я не знаю Камни подгрызать Ссылка на сетку Не на тот турнир Да, возможно, вообще Так Плюс один Скорость В общем, пошел Ну, стандартно Абсолютно Третья хата А здесь муталисков 8 штук Ну, вот, как минимум Как я и говорил Пару оверов срежет Даже вот этого оверсира Наверное, надо сначала срезать Потому что он быстрый Самый, он может уйти Вот он залетает Или мутай сначала Рог хочет попытаться Демешку-то нанести Возможно, да Залетать будет Ко-то Не знаю На вторую На третью Третью, да Отменять будет сейчас Можно как Почему он у Талис Как-нибудь летает Туда-сюда Не понимаю Королев Уже реально много Муталисков 8 И все Рог перестал Ахмасить 10 Как же долго Он соображает Прежде чем куда-то Ударить Камни пробил Чем ему эти камни Сдались Здесь Спорок не было Ни хрена не было Так долго Рог соображал Прежде чем куда-то Прилететь И начать харасить В итоге Вы видите На самом деле Он Ничего практически Не нахарасил Три дрона Попытка Третью хату Минуснуть Она будет Безрезультатной Потому что здесь Королева рядом У них Трансюза есть Пошел Трансюза Кирог 85-93 По рабочему Рога Практически идут Но Проблема Рога Сейчас какая То есть Он Крит демеджа Не нанес Третьей Вазы у него Нет В отличии От Су Вот Кстати Третий Нет Вот Дрон Минус Был Сейчас И У Су Уже Сейчас 1-1 Афгрейда Будет У Рога Только первая Атака Заказана То есть Он Будет Оставать Сильно Здесь Попытка Поймать Роучи Попытка Успешной Будет Нескороуч Поймать Собаками Нагнал Окружил Здесь Надо бы Ай как Неудачно Опять же Рог в очередной Раз Третью Заказал Дрона Пытается Увести Здесь От Роучи Ну Как сказать Не увел Он Дрона В итоге Су Очень грамотно Сплитит Сотироучи Своих Не давая Всех Подрезать Вот Собаки Вернулись По рабочему Рогу Уже даже В плюсе Третью базу Только Только Он закажет Сейчас Су Быстро Третью Раскачает И в плюсе Кажет Здесь Уже Гитры Пачка Есть Уже Доделался Грейт На скорость По моему Есть Да Очередной Роуч Пойман Собак С двух Ударов Убивает Но У него Мало ХП Было Маловато Вообще Вот Он Читает Людей Оскорбляешь Не надо Мне неудобно Тебе предупреждение Давать Сейчас 37 118 Здесь Роучи На скине Но Блин Этот скин И мне Поможет Никак Вообще Здесь Роучи Реводжеры Получается Будут А У Сука Уже Качественнее Микс То есть У него Гидра Роучи И реводжеров Он тоже Может добавить Сюда Легко Достаточно Ну Полетал Прохарасил Маленечко У нас Рог Парабам Вровень Идут Здесь Ну Инкам Больше Усу Как вы видите Здесь Третья Вот только Сейчас Доделается Пока Пока Сюда Рабочий Привед По потерям Усу Побольше Мутка Отхарасила Но Прям Не критично На тысячу Там С небольшим Для такой Стадии Уже Получается Пробил Газ Тут Рог Ну Эволюшин Отменить Точно Не получится На мейне Газ Пытать Забрать Ну То есть Газ Выгодно Бить Чем Мало Того Что ты Газ Бишь Еще Глэвами Рабочим Прилетает От большого Количества Муток Улетает Рог Вниз Или Через Мейн Прямо На третью Полетит На мейне Пытается Поподрезать Данилея Вот же Овер Висит Халявный Вот Халявный Был Овер Рог Пытается Ну Очень Агрессивно Действует Здорово Спиритолог Или Ты Вчера Писал Так Коробочка Нет Коробочек Я не Покупал Я Отпил Реван Стрит Войска Атакованы Так Су-4 129 Лимит Пацаны Пытается Су Найти Какие-то Оверы Что-то Пытается Найти Мутой Пытается Рог В свою очередь Тоже что-то Наубивать Все Тут Надем Роджел Ничего Не Убил В итоге Опять Гаст Тыкает Что Ему Все Гаст Убить Королеву Она Что же Подставляется Сейчас Роучи Идут Вперед 15 Реводжеров 34 Роучи 10 Муталис 21 Гидралис 42 Роучи Урока Боевого Больше Лимита Ну Сука По Качественнее Вообще Королев Протранкизил В это Время Роучи Реводжерами Отменяет Третью Базу Третью Реводжеры Необычные Какая Хрень Вообще Блин Скин Такой В это Время Муталис Харасит Вторую Здесь Вперед Не пошел Пару Вайрболов Кинул Сейчас И отступает А в это Время Уже На четвертой Базе Ну Хата Готова Пару Плеток Со второй Перекапывается Насколько Я вижу Люрки РДН Су заказывает Рог Продолжает Роучи Постать Муту По моему Уже Можно И нужно Быть Отдать Чтоб Как бы Она Лимит Лишь Не занимала Опа Су идет Вперед Фаерболы От рога Падают Активно Очень Так Сейчас Добавит Он Броню Усу Уже Вторая Броня Там Поперла Муталис Летает Муталис Ищет Где Что Подрезать Можно Ну И чего 4 КП Оставил Ловера Выжил В это Время Атака Стороны Су Идет Ну Не надо В позицию Такую Заходите Камни Конечно Здесь Реводжи Просто Аннигилировать Буд Доминировать Из Так Уски Проход Лезть Ваерболы Просто Развалят Клам Муталис Успела Вернув Несколько Гидралистов Суськи 2 или 3 Подрезал Сейчас Рог Соответственно Усу Ходит В контроле В центре Восемь Муталис Осталось Потеря Что Усу Больше Не зайти Ему Никуда Пока Что Есть Тоже Вторая Броня У Рога Подземный Мув Роучин В закопчике Папер Не дает Себя Развести На этой Карте Ты еще Тут Как бы С позицию Грамотно Занимать Я смотрю И Реально Можно Не дать Себе Пройти Просто Так Видит Рог Что Су К нему Идет Сейчас Сам Реводжер Реводжерами Роучин Устремляется К Су Ну Реводжеры Понимаете Реводжеры Это такой Юнит Как бы Позиционно Невероятно Сильный Но В чистом Поле Как сейчас Происходит Реводжер Ема Еще дал Зайти К себе Рог Ну Су Су Сплетанулся Реводжеров Сейчас Унесет Хлам Вообще Гидрой Это Очень Жесткая Отдача 48 Роучин Заказ Да Пока По лимиту Из-за этого Более-менее Ситуация Сейчас Реводжеры Не уйдут Скорее Все Мута Прилетает Ну Уже На Второй Что Там Эти Муталисков Несколько Штук Делают Все Рога Конечно 200 Лимита Будет Но Посмотрите Так Здесь Рог Встречает Тут Так Хорошо В гидралов Прилетело Реводжеры Вперед Идут Танкуют Нахера Реводжеры Так Вперед Это Идут Непонятно Рог Пытается Пройти Прям В гидру Рог Дерется Выгодно Сейчас Гидралисков Всех Заминусовал Несмотря На то Что У Су Грайды Даже Чуть Лучше Гидрала Надо Минуснуть Вот этого Плюется Гад Уже 5 юнитов Уничтожил 140 на 140 По лимиту Смотрите Рог Как удачно С приростом Гидру Словил И еще Мута Подлетает Сюда С мутой В итоге Зашатал Все Прямо Переворот Здесь Дел Рог То есть Су Потратил Весь Запас Ресурсов И лимит Равный Стал А только Что Рог Отдал Всю Армию И Начинается Заползания Уже Битва Вообще Так Пулзут Трубущие Один Вперед Сейчас Заползает Асуль Уркеров Делает Кстати Наши войска Атакованы Так Ну что 178 180 180 По лимиту Двух Люркеров На халяву Рог Сейчас Лезал Ну Тупо Тай Ой Сурога Зажал Камням Сейчас Вот это Да А что Делать Как уйти Рога Отсюда Еще Не понимаю Здесь Правда В силу Рога Шатает Забегание Поперло И Лимита Рога Больше Пошел На лом Ну Куда Там Люры Столько Ты Чего Рог Творишь Ёма Отдался Рог В очередной Раз Короче То Вел То Терри Опять Терри прессинг 4 люлькера или сколько здесь? Да, 4 люлькера, которых нереально сложно забрать. И вообще рог не может их забрать. 86, 111 по лимиту, 10 дронов упали. Сколько? 8, 8, 3, 5. Джоид, греть вообще. Люра в такой позиции, это им вообще. Так, ну что, вторая карта у нас. Мрог мог взять, но проиграл в итоге, к сожалению. Так, 200 людей на губе гейминчусь и на твиче 300. Откуда у меня на твиче 300 вообще человек? Перестримил, наверное, кранг, скорее всего. Так, чуть прикрой, а это что-то... Блин, вроде сегодня... пасть можно жёстко, но... Всё как-то днём светло и не очень. Сейчас, привет, писал. Отлично. Корейцы, да, подвалили, по ходу дела. Сейчас свалят, получается. На твиче больше, чем на гудгейме. Такое редко бывает сейчас. Су-1-0 повёл. Ну что, Су-Рок, глубоководный риф. Синий Су... Рок, простите, 11 часов на пяти часах Су появляется. И опять пул первый, безгазовый, ставит он. С мейном. А что же, Рок, опять хату? Так, буду мать, последнее тебе предупреждение. Хороший всякую ахинею нести. Такс. Так, опять собаки прибегают, все, чай допил скоро. Этот чай попрет уже, похоже, из меня. В этот раз Рок решил, что надо с дронами подраться за свою базу. Два дрона уже слил. Где собаки-то, ема? Прибежал настолько рано, что собаки в итоге отсутствуют просто. Где линги? Вот они, линги. Пошел в замес. Пять дронов уже Рок слил. Семь, девять. В чем творится вообще бич этот, блядь? Да, десять дронов минус просто. Жесть какая-то. Еще Су аннигилирует, еще два. Это ГГ, ВП 2.0. Пишем, выходим. Тринадцать, шесть на пятнадцать. Че он вообще сделал-то? Бля, как так можно вообще? Не понимаю. Су уже дронов начался. Десять овера слил. Вообще жесть какая-то происходит, ребят. Ну, если ты дронов выводишь, выводи их вовремя. Ема. Ты синхронно с собаками. Нахрена так вперед-то эти. Рок масит собак сейчас. Королевы две штуки вперед. А, он не хочет показать, что собаки сейчас побегут, кстати. Это интересный момент, на самом деле. Лингами можно в такой ситуации минуснуть Рогу. Кстати, у него пятнадцать уже собак. То есть он единственный шанс свой улыб делает. Королевами вперед иди. То есть королевы плюс линги нормальная тема. Плетка ставится. Собаки медленно, но верно прибегают сюда. Ну, здесь три королевы плюс еще лингов пачка. Ема. ГГ вот пишет, понимает, что даже этими лингами ничего он не сделает. Это вообще просто бичарство такое вообще. Так, я не за Рогу болею, а болею за красивую игру, как обычно. А вот эта игра не очень красивая бывает, честно скажу. Субтитры делал DimaTorzok Так, захожу в игру. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, ну что. Ща дорог за камбэч. Три-два счет. Как сделает просто. Су-2-0. Погнали. Ну что, в этот раз пула первого нет. Будет Рог в этот раз бояться или опять то же самое будет делать? Да, Рог был фаворитом. Рог был фаворитом. Хотя, на самом деле, они мало встречались. Я не знаю, почему он был фаворитом. Здесь чистой воды 50-50 было как бы. Но мы видим, что Су это 50-50 как-то успешно реализует. Ну вот зеркальный опенинг в итоге. В этот раз Рог куда он хоть Хату первую ставит, но он побаивается. И все-таки пул первый делает до газа. А газ-то будет вообще интересно. Да, будет газ, но поздний. Ну что, 16 дронов на Мэне у Рога. Две королевы, а два Линга Усу. Тоже собаки заказаны. Королевы делаются у Рога больше. На дрончика, на одного, но он его в плетку превращает. Он теперь боится всего. Ну, ё-моё, конечно, боится тут, когда такая хреновина. Блин, собаки хрен пойми где вообще. Бывай сегодня... Не, бывай сегодня навряд ли будет. Почему? Сегодня турниров что-то много как-то. И еще, смотрите. Плётку отменяет Рог. Ну, хоть отменил. Надо ровно больше будет. Но он тут все время не добывал, пока плётка строилась. То есть минералов 50 не принес дрончик. Может, даже побольше чуть. Так, королевы пошли. Сук, кстати, заметил, что королева выходит. По-моему, его Уэра правильно увел. В правильном направлении, так сказать. Здесь Рог видит третью хатку Су. И отступает. Су, кстати. Ох, насколько скорость тут раньше Усу. Так, эволюшн Рог делает. Еще эволюшн или что? Это будет Роуч Ворон пошел. Он скоро сделает, с неготовывающей пока. Эволюшн Роуч Ворон. Роуч, чуточку в плюс. По рабочему лейера не наблюдаем. А вот у третьей уже почти готово. Ну, в принципе, такая третья, как бы, она наказывается маслингами. Либо каким-то выходом. То есть, обычно, если так рано третью ставят, она как для прироста просто используется. Ее сразу же не раскачивают. То есть, можно построить там Роучи, например, несколько штук. И выйти самому на третью. И там одним до заказа, одним махом дронов туда запилить. Заказать вообще нормально все будет. Но Роуч, посмотрите, что творит вообще. Роуч мастит собак сейчас. И он собирается врыв делать. В чем очень мощный врыв, насколько я вижу. Так, дрона выводит Роуч. И Су, кстати... Ну, то есть, Су видит этого дрона, понимает, что здесь хата может быть. Так, а ведь сейчас не дает Су очень грамотно хату-то запилить. Собаки Роуча поперли сейчас к Су. Стенка есть? Да, есть на второй стенках. А на третьей что? На третьей бородка есть. Королева и два дрона здесь есть. Это минус Королева, это минус два дрона, это минус хата, естественно. Кстати, здесь... Так, один единственный Бэйлинг здесь делся. Надо его минуснуть. Да, Роуч минусует Бэйна сейчас. Ну и третью забирает на изи, что-то что называется. Может, Королеву загулялись. С Овера Роу с брил. Да, с брил Овера на вторую на лом идёт. Бэйлингов Роу отменяет. По-моему, это 2-1, ребята. Да, тут как-то слишком зашёл подгрыз собачками со стороны Роуа. Королеву добей, дружок. Ты чего? ГГ тут пишет вообще, блин. Просто пришёл и сгрыз. Ну, такие вот у нас бескомпромиссные ЗВЗ, где, вы видите, один другого просто сгрызает. Те быстрые, и это быстрые. Ну что, на 2-2 Роу хочет выйти. Сейчас посмотрим, куда там Роу хочет выйти. Ну что, четвёртая карта. Погнали. 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 Так, поехали. Один Роуг на месте. Никнейм. Да, на месте. Рога никнейм стоит. Ребят, на рекламу пильнуть? Вот. Пиляю рекламу. А вы помните про Адлуки? Отключайте, пожалуйста. Подписывайтесь на премиум. Поддерживайте меня и мой канал по реквизиенту в описании через плеер. Если кто соберётся поддержать, было бы круто, чтобы на карту поддержали. Почему? Потому что, блин, вчера я затупил, было у меня там рубль с чем-то на карте, я его снял. А нужно мне на армию России сегодня билеты заказать. Где-то надо взять, короче, мне восемь соток. Потому что завтра они уже семьсот будут рублей стоить, а сегодня по четыреста ещё. Вот такие вот дела. Умный. Помничь, блин. Умный, да не очень умный. Короче, поехали. Опять в хату первую играет. Может, в су играть в пул первый. Рок вообще не собирается отступаться от своих билдов, по-моему, совсем. Вот. Королева успешно создана. Новая королева создана. Так, ну что же. Урога третья. Хатка достаточно ранняя. Посмотрите здесь. Он мастит собак опять же. С этой третьей. Су третью спалил, но никак не реагирует пока. На центре собаки друг с другом столкнулись. Ну, сейчас неприятность слишком широк овера теряет. Очень, очень рогу должно быть неприятно. Да, овера потерял. Ну, там собак блока особого нет. Ну, собак что-то много как-то. И сейчас можно врыв резкий делать. Неужели рог 2.0 так 2.2 сделает так резко вообще? Так, отвлекает бэйнами сейчас. Рог суси сейчас. Собаки забегают на вторую базу. Их больше реально. Бук принимает двойку. Типа как-то халявно так. Бэйлинга сбрил рог, я смотрю сейчас. Пытается еще одного бэйлинга рог забрать, но у него не получается что-то ничего. 35-43. 28-17. Что-то похоже, что это минус рог, ребят. Похоже, что это 3-1 в пользу Су, потому что рог полную хрень сейчас сделал. Абсолютнейшего хрень, я бы сказал. Ну, конечно, он продолжает собак до сих пор форма сити бэйлинг бас пойдет. Ну, смотрите, по рабочим-то какая ситуация. 11 отставания сейчас просто. Роуч Ворон Су уже делает на всякий случай. Рог забегает там на хг лингами своими. А Су бежит к нему вообще. 25-24. Блин, тут третью начинает Рог Су напрягать. Так, здесь собаки выходят. Вот побежал-то, блин, балбен. Здесь тоже лингов пачка такая хорошая. Зарвал Рог Су. Там собак некоторое количество. А бэйлинги-то остались у Су вообще? Нет, я что-то бэйлингов не вижу. Куда ты, блин, идешь мимо королев? Ну что, Рог, творить-то не понимаю? Мимо королев бежит у Су. Кстати, бэйнов не осталось вообще. То есть есть шанс сейчас собаками неплохой урон нанести на самом деле. Ну, тут что-то все равно как-то шанс был. Но, опять же, Рог его просрал, этот шанс. Это печально вообще. Так, еще бы я напопюли. Да нет, все, куда-то. Такой же Рог улынер просто жестко. Куда он прется, я не понимаю. И прёп, и прёп, и прёп, и прёп, и прёп. Ну, если третий угрызи, может, там удобнее будет. Ну, Рогу все время не хватает. Просто юнитов, и бэйлингов, и лингов. Он, конечно, пытается давить. А, здесь уже шесть Роуч. Этот шесть Роуч поставит точку. Пет ГГ, ребята. Да, верить в Рога как-то было здесь не очень. Потому что СУ, ну, СУ за Вальзе я всегда хорошее имел, поэтому... Так вот, собственно говоря, я и получил Роуч Ворон у Рога пошел. Семьдесят восемь СУ. Куда? Два раза больше лимита, здесь еще все взрывается в ГГ, ребята. Три-один СУ, победа. И Гуми Хубьян у нас пара следующая. По расписанию вроде как должна быть, насколько я понимаю. Да, так и есть. А потом Дарк и Навэйчн в конце. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Ну что же, ждем. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Так, ну что ж, ждем Пока тут создадут Я все переименовываю везде Давай, вот он, значит, на двадцатку себе Да, естественно, я без задержки стримим В прошлый раз все без задержки стримили А в этот раз чего мне задержку ставить? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что-то пока не шевелится, нифига ДимаTorzok Так, сейчас на минутку отойду, ребят, что-то пока не вижу шевелений, как у хотя бы Янгуми хоть здесь, секунду, подождите Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Так, ребят, все, матч начался ДимаTorzok 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 Посмотрите, ооо Вот это новости Ребят, игра обещает быть веселой Два прокси барака Отсюда прокси И оттуда прокси Это просто, блин, чудеса Сейчас будет размен И кто выживет в нем непонятно Нифига То есть это будет, короче Битва риперов в конце Получается Прилетает Гумиху, прилетает Бьян Гумиху одним рабочим выходит Здесь больше катается Но с другой стороны здесь больше рабочих Как бы и не добывало У Бьяна То есть у Гумиху побольше ресурсов Немножечко будет Здесь КСМ-ки покатываются Немножечко 6-6 по рабочим уже счет Гумиху не обращает внимания На риперов, он просто по максимуму Старается надобывать ресурсов То есть он газа натаскать Пытается больше Потому что минералы у него есть Газ для чего надо Чтоб рипера больше построить Пока 3-3 по риперам Ёму, а Бьян-то как-то газа дофига Но ты сказал Но у него минералов зато нет А, ну он СЦФу зато отменил, кстати Орбиталку А здесь орбиталка получается есть Ну а что она дает данной ситуации? Она ничего и не дает данной ситуации особо Здесь заказано просто немерено юнитов У Гумиха сейчас Если Депухи начнут гореть Они горят уже У него еще это хорошо будет Здесь Депуху одну Бьяна оставил, кстати говоря По риперам 5 в 5 Так, ну Гумиху больше сейчас юнитов будет Че тут говорить-то У него был мул, а у Бьяна нет Это 1-0 Гумиху, ребят Бьян развалился Вот такая вот быстрая, нелепая игра получилась Но прикольная Масс рипера на масс рипера Ну что же, идем в вторую карту Надеюсь, не все такие карты будут А помощнее как-то Аплодисменты И так, когда перезать Так, ну что же, Гумич 1-0, поехали. Вторая карта. Повел, Гумич. Повел, Гумич. Повел, Гумич. 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 Так, ребят, посмотрите. Ян решил, если первый раз прокси риперы не удаются, надо делать их второй раз. Чё-то он вообще здесь оборзел. Ну а Гумиху решил, ну ладно, карту взял Надо нормально играть теперь Достаточно Ну что же Полетел Причем у Гумиху факта не ранняя При этом, то есть у него рипер в ццеху Посмотрите А это что значит, что факта Будет поздно И что в итоге получится сделать Так, Гумиху здесь рипера Пытается прогнать, да не надо сзади гоняться Но вот этот выстрел важен был Реген сбил и теперь рипер-то Дохленький будет сейчас Залетать сюда А, дал Гумиху твоего рипера в итоге Это печаль Строится бункер Ну сейчас у два прилетят рипера А они минуснут марика просто В легкую Вот этого Демедженного Здесь еще один, но его тоже Они минуснут очень-очень быстро Причем вообще испарили А факты еще нет, ребят Это очень плохо для Гумиху Сейчас Бьян просто Расковыряет его, похоже Гелик заказан Рипер Так, выходит Майрик Рипера продемеджить Вообще шансов нет Бьян и атакуют И регенятся риперы Одновременно просто сейчас Гелик выйдет Но он тоже, похоже, не изменит ситуацию Особо очень похоже на 1-1 Что за игры, блин, вообще Что-нибудь такое По мак вести-то Не хотят сыграть товарищи Эти игроки-товарищи Так, одного рипера Все-таки минуснул Сцэйки там у Бьяна нет, но Оп, еще одного рипера Наконец забрал КСМ-ксидит продолжается Наглёш полный здесь Где-то Старфор строится Прямо на мэне Старфор строится Сейчас можно было зажать рипера Между вот Минералами Кстати, 12 рабочих Уже минус Но наличие Сцэйки Дает определенные шансы Гумичу Что он творит-то вообще Вот этот гумиху Ёма С геликов сливает На муви просто Готов Старфор Газа нету Чтоб что-то в нем заказать Пошла бы Банша будет заказана Ну да По жестику По жестику Рабочие строятся 20-27 по лимиту Тут они сильно отстают У нас, я смотрю, здесь Даже гумиху Но у вьяна ТОЖ банша заказана И у него-то она С инвизом Пойдет Потому что у него Два газа уже добываются И у него все прекрасно Здесь Может быть даже Имело смысл Медивак построить Дрогнуть мариков Там с геликами Гумиху не знаю Здесь 4 рипера Осталось с другой стороны Ну пока лимит почти равный Смотрите По рабочим Осталось Низь, конечно Циклон у меня На треть Цех Но он очень грамотно Реализует Своё технологическое Превосходство И контроль карты Сейчас То есть В экономическую Получается Плоскости Сейчас вот Банша летит Если получится Кстати Туретке Успеть гумиху До Банши Поставить У него есть шанс Здесь вполне Отбиться нормально Где Банша Вот она летит Да то редко Успевает На второй Много не погибнет Рабочих На третий На На мэне Тоже Здесь у нас Тут Ну цех Разве что Строющийся под ударом У викинг будет С другой стороны Банша Банша Плюсь и по рабочим 35-30 Жесть какая Как вообще Так получилось Ну застал И в раскол Убьяна У тут Банша Не видит Которая была Хоть и без Инвиза Но она Вы видите Ну убивала В итоге Потери у гумиху Выше Хотя погодите Потери у Бьяна Выше Но это Благодаря Тем риперам Изначально И рабочих Много Они убили Залп Минус Рипер Остальные Улетели 66-54 В пользу Гумища Ну у Бьяна Стим Например Пошел Сейчас у него Мариков Продакшн Пораньше Начнется Здесь еще О бараках Речь не идет Даже Рэйвен Там и там Есть Я так понимаю Да Да Пытается На банше Объянщик Еще Прохарасить Но не особо Получается У него Это сделать Пристройка Завершена Бегу Танк На марше Так, ребят, на секунду отвлёкся, специально у меня там Смотрел, не что-то ли важное Нет, не что-то важное Ну и Гумич, знаете, третью начал давать и Бьян вообще По рабочим практически вровень идут Смотрите, вообще один в один Стим у Бьяна готов, сейчас будут щиты, надо заказать один-один раньше Ну, Армари, блин Вот у Гумиха позже, но он Армари уже заказывает То есть он хочет как бы грейды делать А сам Бьян с Армари что-то завтыкал Что-то Бьян написал, говорит, sorry, wait, please Как случилось, ничего у него там случилось, я не знаю Так, рекламу пильнул пока что Что-то иероглифами пишет Бьян там, не знаю, что происходит у него Игра возобновлена Так, есть цех великим Минус нуля реперов, циклон развалил всех Всех геликов ходит, Гумич чуть по центру, Бьян тоже гуляет Вот, смотрите, один-один сделал, где Армари? Нет Армари, ё-моё, 2-2 не может запилить Бьян В итоге Гумиха 2-2 раньше закажет, чем Бьян, ну чё за бредятина-то? Он вообще гряды не собирается продолжать делать, чё четвёртая цеха есть? Ну как можно вот так вот настолько завтыкать вообще, не понимаю Так, везде всё контролится Четыре медивака зато у Бьяна здесь летают Передумал Бьян урываться Видит два танка, это тут может быть А вот если бы вот так вот сюда бы пролетел Ну тут марики на стиме пробежали бы, получается бы Щиты у Бьяна готовы через секунду? Да, вот щиты готовы Надо танк разложить так, чтобы он, видимо, до газа доставал Но не получается этого сделать пока что Наконец-то Бьян заметил, что у него Армари нет и заказал его А у Гумиха тут контр-харас, эти марики без щитов, правда, вообще Ну и четвёртую цеху отменят, конечно И Гумиху вообще Мариком щиты не заказал Зато 2-2, блин, заказал Цеху вынужден Бьянчик отменить 2-2 заказал Медиваки полетели на Мариков Ну молодец, молодец, блин, Гумиху Летит хрен пойми куда Ё-моё, скуха, турили здесь поставили Она была сейчас Гумище Бьян здесь вроде всё выдержал, как бы Ну, танков нет больше, поэтому придётся только Мариками драться И так Гумиху и не заказывает щиты Ну он всё ослеп, что ли, вообще Так, сверху тут Цегуна выпилил Гумиху тем дропом, которым Четвёртую Бьяну отменил Бьяну всё-таки четвёртую заказывает В итоге Полемет идёт уровень, но Марики без щитов, ну не могут Они нормально драться с Мариками У которых есть щиты Это надо понимать сейчас На равных, нет, они могут драться Но на равных они не могут Так, четвёртый ЦЦФ перелетает Чём Бьян сейчас её сразу же минутнёт Смотрите Сканит Бьян, видит, где Гумиху находится ЦЦФу пока не видит Чё вот он здесь встал, непонятно Ну и всё, планетарка пошла Заходит Бьян Вроде как с Мариками Это без щитов, конечно же Выгодно дрался, но тут столько Транков, что вообще пофиг Вот, Гумиху заметил 100 щитов нет, молодец Заказал щиты сейчас Здесь какие-то странные дропы При этом были 170 на 147 Просто взял Бьян И насливался сейчас В итоге у Гумиху всё прекрасно Выход пошёл 6 медиваков Танчиков 10 штук Жесть вообще Надеюсь за 193, 168 ЦЦФ на четвёртую Сейчас перелетит 2 медивака Откуда-то там полудох Вот вернулись Что сделать вот с этим Из этой пачки танков гигантской Я вообще не знаю 170-200 по лимиту А, ещё и контроль воздуха На стороне у нас Гумиху, ё-моё Полный контроль воздуха Причём Им пошёл вперёд у нас Гумич Танки в СИЧ Приходят Бьяна прирост Да за СИЧа танки-то Вон три идут Куда ты без СИЧа-то Вперёд так идёшь Ё-моё А чё... Чё Бьян творить-то Я не понимаю Такой бред он делает Вот Дропают танки Здесь на СИЧа залп Танки без СИЧа Дропают подсидженные танки Это не первый Старкрафт Бьян Чего? Он первый тем более не играл Это 2-0 Вообще Вот всё прекрасно В этой игре у Бьяна было Но нет Он взял И какую-то чушь делал Вообще полную И насливался Конечно же Позиции какие-то странные Занимал вообще Бывает Чё Третью карту ждём Продолжение следует... 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 Два рабочих, опять автотурели, Убьян минуснул. Рейвен висит, 11 юнитов он уже наубивал, получается. Убьян очень сильно жадничает, у него ни одной туретки нет. То есть если какая-то движуха на мэйне одна есть, тут на периметре. А, и здесь. Нет, дропов две туретки есть, да, но... Если бы какой-то минеральной линии был Харас у Гумича, вообще бы Убьян не втянул бы. Но здесь нет никакого Хараса минеральной линии от Гумича. Зато вот, насколько Убьян раньше 1-1 делал, и опять же 2-1, посмотрите, одновременно. Точнее, 2-2 одновременно закажут практически сейчас. Только броня, разве что Убьяна чуть позже. Убьян почти нагнал по апгрейдам. Четы Убьяна чуть пораньше. Да, 2-2 пошли, посмотрите. И атак на технику. Опять с Армалибьян навтыкал. Но он все равно опережает, но мог бы жестче опережать. На 30 лимитов, плюс на 20 лишним боевого при этом все. Так, пошла отрака, Убьян вперед идет. Гуми по автотурели ставит. А где, кстати, Убьяновский ревен? Мариков, смотрите, как Убьян сплетанул жестко вообще. Здесь Убьян подходит. Но что-то и викинги здесь понаваливали дэмэджи вообще не слабо. Так, природа подходит от Убьяна. Медиваки все кончились. Вот казалось бы, да, Убьян разваливает, а в итоге хопа и не разваливает уже. То есть в итоге атака забуксовала почему-то. Ну, продолжается движение. Кстати говоря, здесь вообще почти нет ничего у Убьи. Убьян сейчас вот вперед нормально пойдет. Марик, имея себе, можно и развалить, как мне кажется. Танк нам уже, правда, так, что его убили. Здесь двойной дроп, кстати, туреток нет. Ну, вот голые марики дроп не очень чем. С танком, если дропнуться, вынудить на тебя нападать, всегда в плюс будешь размениваться. Здорово, Мазила. Здорово всем. Так, ну дропчик от Убьяна залетел сейчас на мэйн. Стимится Убьян. Пытался Викингов подрезать, чтобы не подрезал. В это время на вторую пришел, кстати, Убьян. Передроп полетел. Прям под туретку танчик в тылу разложен. А здесь впереди один танчик появляется. Ну, зачем было? Вот отсюда танк достает сюда. Зачем столько много сил? Надо было дропнуть вот сюда, Убьяна. Непонятно. Вот. В итоге отдал все и уже по лимиту в минусе, Убьян. Ё-моё. Как так вообще можно? Кто-то агрессивничает, лезет, сливается, блин. Один-один Угумиху. Простите Угумиху. Один-один. Два-два. Грэйды там и там. Пошли 3-3. Убьян уже отстает несколько по лимиту. Четвертый Угумиху раньше берет, чем Убьян. Надо Убьяну лететь, вот четвертую брать. Куда? На 9 часов, наверное, никак. Опять двойной дроп, кстати, на мейн от Убьянчика заходит. Убьян не стимился. Только-только сейчас простимился. Танк развозился. Да уйди ты из-под танка, из-под этого. Приходит Угумиху из-под танка, с мариками разменивается. Барак добил в итоге. И улетает на третью базу, кстати, вне ранжа танков находится. А там дальше уже планетарка вообще. Встал, что-то здесь в медиваке с вами не стоит. Что-то ждет, что стоит, что ждет. С СЦФ очень долго соображал, прежде чем полететь. Только сейчас вперед полетел. Занимать 9 часов. В итоге, что мы имеем? Опять с двух факторок Угумиху продакшн танков, ребят. Здесь тоже с двух. Но Угумиху плюс 2, например, на танке заказано. У Убьяна нет. 3-3 одновременно практически. Даже может Угумиху чуть-чуть пораньше. Да, на 12 где-то. На 12-14 секунд раньше. Четвертая вовсюду добывается. Убьян тоже четвертую посадил. Но у него не планетарка сейчас база. Надо планетарку морфить. Смотрите, орбиталка была. Только-только сейчас планетарку Бьян заказывает. Угой Бьян на Ксилнагу занимает. Ксилнагу. Танчики будут. Да, с Ксилнаги танки Бьяна. Два танка Умиху подрезали. Неплохо. Ну, Угумиху опять же викинги уже. То есть контроль воздуха за ним. Здесь Ксилнаги контроль. В принципе, здесь Вижен. Можно, благодаря Ксилнаги в центре получать. Поэтому пофиг на воздух и контроль. Идет Бьян вниз. Ёма, сколько Гумиху Мариков взял свои танки и поставил. Дичь вообще. Ничего не прикрыто. Опять какие-то агрессивные действия, которые приводят к провалу самого же. Вот здесь, когда надо было простимиться. А обычно в таких моментах Бьян чрезвычайно внимателен. Бьян не стимится. Пошла атака. У Гумиху Бьяна вступает в свои два танка. Танки отдал. Отходит несколько назад. Третий грейд на атаку. Стоп-стоп сейчас заделают. 123-142 по лимиту. Ну, лимиты близкие. Но, так, у Гумиху 6 медиваков, у Бьяна 1. Короче, везде провал вообще. Похоже на 3-0 в пользу Гумиху. Но у Бьяна проблемы с ТВТ. Определенные присутствовали в последнего сего матча. Вот это слава вроде как, даже он сам говорил. А у Гумиху сильный. Так, вашу Угьяну атаку ДГГ уже писать пора. Здесь без шансов вообще. Какие-то голые марики. Действия агрессивные, но кривые. От Бьяна какие-то. То ли он устал, то ли хз. Чё вообще, почему так происходит? Ге-ге. Да, 3-0 просто. Какие-то сегодня однокалиточные матчи. Ну, Dark Innovation у нас сейчас будет, на самом деле. Не надеюсь, что более интересная матча будет. Сейчас пельну рекламу. А вы помните про поддержок. Подписывайтесь на премиум. Поддерживайте меня и мой канал, естественно. По реквизитам писания через плеер. У нас чё-то просто сегодня. 3.30 на Гудгейме. Почти 70 на Твиче. Людей до хрена вообще. Почти 70 на Твиче. Так, ну что. Ждём Dark Innovation. Победитель Су будет играть в следующей стадии, но это не сегодня будет. Сейчас приду я, ребят. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Продолжение следует... 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 ВСЦ, возможно, завтра там посмотрим. Всё, вторая депуха, две инженерки, да, и здесь играет депутат, и всё там нормально будет. Мариков 15 штук, правда, одного не хватит для полного дропа. А не, вон один ходит. 16 мариков, идеально, это я проморгал того. На вышно всё рассчитано прям идеально. Вот и дропщик полетел, где-то здесь рипер, к силмагу контролят, где-то собаки. Не надо смотреть, что там где летает. Дарк спас линга, убежал он. Ещё один буст попёр. Всё скоро к мейну инновейшн подлетит, дарковскому. У дарк три собаки, 20 строится, баллинг наст есть. Не, баллинг наст, кстати, нет, смотрите, вообще. Сейчас прямо под овера дропчик пошёл. Да овера забрать надо, конечно. Практически моментально забирает овера и на вышно. Забегает минеральную лингу, надо королеву шатать. Почти зашатал королеву, уничтожил, но почти не считается. Как же мариками кайти ты на вышно, великолепно, а? Ох уж он собак-то забрал. Больше чем потерял. 10 мариков потерял, 30 лингов забрал. И овера. Так, компанию пока не выложено, блин. Почему я не выкладываю? Я выложу всё единое, короче, за раз. Почему? Потому что, блин, за тиранов так и не смог я отдельно отделить от GSL запись эту. А там GSL просто попал туда, поэтому-то и не могу выложить, соответственно. Так, сейчас пойдут. 1-1 уже, грейды, смотрите. Всё, 1-1, 14 секунд, да. 1-1, атака, и здесь броня. Короче, сейчас и навыщен придёт, сразу с грейдами начнётся атака просто. Оп. Запилился здесь грейдик. И здесь запиливается. 1-1 против одной брони Дарка. Криппа выпиливала. Будет фокус или Бьяна, интересно. Нет, фокуса не видно пока. Загружается. И навыщен предпочитает именно ничего не фокусить, а поконтролить и вовремя улететь. 2-2 заказал, бараки добавил. Третий сэк сейчас полетит. Скоро, видимо, тоже вперёд. Тут рядом с мейном, и на 8 дробует. Пару мариков вниз, остальных наверх. Да, разделение. Просто разделить хотел именно по новой, ну, перезаписать просто с той, где она тормознулась опсом. Я даже стрим ставил отдельно, оно там сломалось всё, короче. А пока не заморачивался. Я думаю, что как бы просто сделаю сегодня это, вечером. Так, спять бараков у нас тут на майне. У инновейшена 5 бараков. Работают уже. 2-2, грейды доделываются. Ударка. Вторая броня доделывается. Второй когуть, что-то, кстати, он не заказал. Почему инфестейшн делает? Вот второй когуть пошёл. Инфестейшн делает, сейчас Курахай впадёт. Четвёртая хата добывать. 75 дронов. Ещё 5 струются. 80 сейчас будет. И инновейшен в центр выдвигается. Такой хорошей армией сейчас. Через 20 секунд. 2-2 уже грейдики будут готовы. 2-2 будет попроще биться. Марики приходят. Крипп срезает инновейшен. Пока скан не кончился. Пока стим не кончился, сейчас ещё камни. Просто моментально сбрил. Там даже оббежать-то ещё не успел нормально. Так, стимится инновейшен. Вот какая-то битва идёт. Вот такие сплиты. Минка по своим марекам сейчас бомбит просто. Хорос Дарк сплитит. Бэллингов очень неплохо сейчас. Так что... Только по одному бэллингу вместо пачки минка стреляет. За 20-72 смотрите. Дарк отбился. И по Леомету в плюсе. Здесь Либератор полетал. Одного дрона он подрезал. Но это маловато, мягко говоря. Один дрон. Тем более, Либератор уже почти погиб. Там хайф пошёл вообще. Есть остатки той армии, которой выход и навыщен делал. Он улетает домой, соответственно. Нужно прирост ждать. И как бы уже, видимо, Дарк сейчас агрессивничать будет. Какой-то вот выдержит и навыщен. Да, в принципе, Лимит нормальный. Должен он удерживать как бы этот врыв. По идее. О, у нас Уверсир полетает. Гидра Дэпух пробивает. Гидра без атаки, как я уже говорил. Марик у меня вперёд вылезает зачем-то и навыщен. Зачем он туда лезет-то? Что он творит-то вообще? Сима очередной партёр. Бэллингов очень неплохо встречает, принимает. Марики уходят за мародёров назад. Там прирост приходит с мейна. Не стимленный, кстати. Просто 40 на 170. Минка очередная падает. Бэллинги заходят, Увертир. Сплэш минки прямо в мариков сейчас завозит. За минералы и навыщен ушёл. Вынужден рабочих был взять для обороны. Вроде как здесь выдержал. Но посмотрите, лимиты какие печальные уже и навыщены. Кстати, мародёры без фугасов, что ли. Да, фугасы забыты. Гидра сваливает в итоге легко. Достаточно. Но в боевой, кстати, у навыщены 58. Ну 60 на 86, там 20 разница с небольшим. То есть с таким боевой разницей небольшой можно и биться. Фугасы так и не заказал, почему-то и навыщен. Так, почему у меня нолик-то стёрся ещё не крыл. Вот, поставил правильно всё, что было. Здесь ультралискер. Ну, сейчас у навыщена 3-3 будет. Ударка 3-3 пока не заказана. Ресурсов нет. Хотя нет, у него ресурсов до хрена вообще. Просто он не заказывает. Здесь, видите, первая атака делается. На броню заказать здесь куготь, как атака доделается. Сразу куготь будет делаться просто и всё. Ну да, что-то не спеши. Тут сейчас ультралискер он будет готов. Он, видимо, хочет сразу ультралов 5 запилить. 5-то запиливает. Ну, где им броня уникальная вообще? Да, вот пошла и броня. Третий куготь. И здесь, да, третья бронька. Через 4 секунды она как раз уже закажется автоматически. А здесь тройная дропа ты навычит на мыль. Без бейлингов, кстати, размен будет плюс к тиранам, безусловно. Так, в центре и навыщен заходят. Мариками, мародёрами неплохо. Здесь тоже на хат напал. Крип вычистил. На центре ультра готова вперёд идёт? Готов ли и навыщен к ультре? Чё-то не особо, по-моему, он-то не готов. О, хорошо прилепило. Минка увидели, какой фарш из этих совак получился. Штук 16, точно минус было. Здесь нереально какое-то количество королев. Сколько ж много лимита и навыщен слил на дропе? Больше 20 сейчас. И в итоге проседает по лимитам. Ультралы без уникальной брони. Посмотрите, как быстро падают без панциря вообще. Вот сейчас панцирь будет, они уже не будут так быстро падать. А когда и 3-3 доделается, так вообще они жирными станут. По отношению к тиранам с колумбиво. И навыщен кайтит здесь, или что он делает? Да, кайтит собак, кайтит твой труд. Медивак им надо пробустить немножечко, по-моему. Что-то и навыщен не спешит это делать. От ультралис просто надо отойти. Кайтит ещё. Так, два ультрала уже минуснул. Третьего минуснёт или нет, понятно. Да, и третьего, там и четвёртого сейчас минуснёт. Дарк решил даже откупиться, не лезть вперёд. Ультралы еле живые. 3-3 навыщен решают. И первые либераторы полезли. Надо вграть на воздух тут же делать. О, здесь гидра, кстати. Причём у неё есть ведь уже атака одна. То есть помните, что такая гидра уже опаснее будет. Не надо коммунитарку атаковать, надо его учинить. Там 150 демо же нанёс зачем-то. Даже больше, чем 150 немножко. Так, так заходит на 3 часа сейчас. Своими юнитами. Ты навыщен не научился рабочих отводить. Стоит почему-то. Здесь тоже почему-то особо не сплитится. Ультра зашла, ультру сдержал тут надали. Ну, 18 рабочих потянут, 44 ксм в итоге осталось. Не надо так и навыщить. Так, налом на планетарку пойдёт. Да, идёт на планетарку налом. И навыщен тут с хайграунда пришёл частью юнитов, бил. С тыла пытается зайти сейчас и навыщить. Хорошо, кстати, с тыла заходят. Здесь сражаются юниты. Ну, планетарка в итоге не устояла. Планетарка падает. Неужели 3-0 вообще? Если это 3-0, то сегодня какие-то матчи прям... Да, 3-0, ребят. Дарк. Это просто сегодня 3-0 матч венеров. 3-0 этот и 3-1. Там Сус с Рогом. Тоже бесшансово практически. Там одну карту Рог взял как-то еле-еле. Гадь, еле-еле собаками сгрыз. Ну, что же. Ну, что же. Остаётся у нас 3 матча. То есть один день и как бы всё, этот турнир завершится. Я надеюсь, что до отъезда моего он завершится. Ну, что же. Надо на Европу уйти. Так, ну что же. Гуфу СК у нас сейчас будет, пацаны. Сейчас я посмотрю, какие пары. Давайте посмотрим. Из-за наших будем болеть сейчас пацанов. Но нужно задержку выставить сейчас будет. Так, браток Рейнера с пингвином браток. Влай с соулом, смотрите. О, хорошо. Есть ещё, посмотрите. Кин с нерчом. Братка можно еблая посмотреть. Давайте-ка сейчас делаю задержку. 120 секунд. Сейчас вернусь. Не расходитесь. Плееры все будут врублены. Ну, и потом ещё один турик будет. Возможно, постримлю его. Браток уже 21 минуту, кстати, играет. А, была ещё 4 минуты в игре. Используйтесь. Какая-то! Продолжение следует...